Здравствуйте! На телеканале Ахтуба программа «Актуальное интервью» в студии Елены Мурмиловой. Я представляю гости нашей программы. Сегодня это Павел Мироненко, руководитель Волгоградского управления Федеральной антимонопольной службы. Павел Иванович, встречаемся мы с вами накануне нового учебного года, поэтому начать бы хотелось наш разговор со школьной темы, конкретно с детского, со школьного питания. Не так давно УФАС рассматривала вопрос о двух фирмах или нескольких фирмах, которые несколько лет подряд выигрывали конкурсы на поставку именно продуктов именно в школы. Чем закончилась история? Я уточню, на самом деле мы рассматривали не о том, что одни и те же лица ежегодно поигрывают, с ними заключается контракт на организацию школьного питания в школу города Волгограда. На самом деле не так. Именно по этому поводу мы еще будем проводить работу, будем проверять, будем делать выводы. А мы рассмотрели жалобу на предмет того, что не были допущены несколько участников, которые подали заявки для участия в этих торгах. И наша комиссия, антименопольные органы признала, что основания, которые были указаны как основания для недопуска, они неправомерны. На самом-то деле те лица, которые подали эти заявки, они предложили более низкую цену. То есть в данном случае была возможность, соответственно, получить экономию в этой сфере для организации школьного питания. А вот первый вопрос, который, может быть, наиболее кому-то интересен, нам еще придется по нему поработать. Но результат обязательно, который у нас будет, мы при необходимости о нем потом до сведения публики доведем. Как в этом году конкурсы проходят? Отслеживаете? Ну, мы не отслеживаем сами по себе каждый конкурс, который проводится, или каждый аукцион, который проводится. Мы вообще-то не занимаемся там мониторингом, вот, за размещением заказа. Мы работаем в основном по жалобам. То есть нам лицо, которое подало заявку, или которое, ну, интересно участвовать в размещении там конкретного заказа, вправе по закону размещения заказа подать жалобу. Ну, установлен порядок подачи этой жалобы, установлен порядок рассмотрения этой жалобы. Вот. И в ходе рассмотрения этой жалобы, которая проходит в уникальный короткий срок, всего пять рабочих дней, более короткие процедуры в российском законодательстве не существует административной или рассмотрения жалобы. Вот. Комиссионные это рассматриваются, то есть коллегиальные рассматриваются эти жалобы. Вот. В ходе этого рассмотрения устанавливается и либо есть нарушения в действиях заказчика и уполномоченного органа, если не сам заказчик размещает заказ, а доверил это уполномоченный орган, либо нет. Ну, вот, по результатам, если еще контракт не заключен, то комиссия правит выдать предписание вот об устранении, допустим, выявленных нарушений. Вот. Если контракт уже заключен, то есть право обжаловать в судебном порядке. Вот. Кроме того, эти лица, которые признаются нарушителем должностных лиц, значит, возбуждаются административные дела против этих лиц. Вообще, насколько часто в этой сфере возникают нарушения? Ну, вот в этой сфере я, наверное, этим самым уже ответил. То есть, если сейчас из 600 жалоб, которые к нам поступают, мы 200 признаем обоснованными, то получается примерно 1 треть. Вот, фернайт – это очень большой показатель. И что мы хотим отметить именно, обобщая уже, соответственно, свою практику правоприменительную, мы видим, что очень большое количество торгов, которые проводят различные заказчики, признать настоявшимся. По различным основаниям, я не буду в них там специально останавливаться, это, наверное, лучше, так сказать, для профессионалов, потому что это закон, он достаточно большой, почти 100 статей в этом законе. Вот. Но это как раз показатель того, что заказчики готовят документацию таким образом, что результат – это такой документация, как она подготовлена. Второй результат, соответственно, работы уже заказчика, либо полномочного органа. Полномочный орган – это то организация, которую заказчик может передать полномочия по размещению заказа, и полномочные органы создаются, правило, создать органы местного управления, в частности. Они созданы и в городе Волгограде, и в городе Волжском, и в Волгоградской области есть созданный специальный полномочный орган, который, как правило, размещает самые крупные заказы. То есть, на что мы обращаем внимание? Совершенно разная ситуация, в случае, если заказ размещает частное лицо, неважно, в основном физические лица, когда размещают заказы физические лица, да когда каждое, допустим, лицо идет в магазин что-то приобретать, или, допустим, ему нужно что-то сделать. Она, естественно, выбирает и соотношение цена-качество. То, когда мы смотрим на поведение некоторых государственных муниципальных заказчиков, то создается впечатление, что на самом деле их интерес состоит не в том, чтобы расширить количество участников размещения заказа, что, собственно, и может привести к повышению эффективности. То есть, снижение затрат на, скажем так, на единицу продукцию или услуг, которые закупают, то наоборот. То есть, усилия направлены на то, чтобы, наоборот, сузить количество участников размещения заказа. Ну, если вы являетесь подобными нарушениями, какие-то меры принимаются к нарушителям? Конечно. Конечно, возбуждаются административные дела по каждому факту нарушения. Дела возбуждаются как на основании наших материалов, так же дела возбуждаются на основании материалов прокуратуры, которые также вправе по Кодексу Российской Федерации об административных нарушениях возбуждать административное производство. Не рассматривается, вносит решение. В каких-то случаях есть определенная доля, когда признаются малозначительным нарушение. Это когда не очень существенна угроза для общественных отношений. Но все-таки большинство дел завершается наложением штрафов. Но есть какие-то дела, которые, может быть, возбуждаются ошибочно и по результатам рассмотрения не находятся события или состав этого нарушения. Но основное количество дел измеряется сотнями. Это завершается наложением штрафов. Максимальный штраф 50 тысяч рублей на должностное лицо. 50 тысяч рублей максимально. Понятно. Но это относительно небольшая цифра. Ну, 50 тысяч рублей, наверное, если ее измерить применительно к месячному денежному содержанию большинства, это, в принципе, абсолютно соразмерно. Это размер месячного денежного содержания. И не все, естественно, лица, которые непосредственно влезут членами комиссии, возможно, тут в ранней мере причастны, скажем так. Потому что, на самом деле, есть первые лица, есть руководители. И, наверное, от их воли во многом зависит, соответственно, и содержание документации, и, соответственно, действия, которые совершаются в какой-то мере, естественно, ориентируются на воле руководителя. А в комиссиях не обязательно руководители находятся. В комиссиях могут находиться просто какие-то служащие этого учреждения. Понятно. Павел Иванович, есть у нас вопросы и у телезрителей. Наша корреспондент вышла на улицу, пообщалась с людьми на улице. И есть вопросы. Давайте посмотрим, ответим. Давайте. Здравствуйте. Меня зовут Катерина. Я житель города Волгограда. Скажите, пожалуйста, насколько законна сдача школ Волгограда и области под помещение частным компаниям, автошколам, для проведения собраний, религиозных организаций и так далее? Законно, отвечая на этот вопрос, да, это тоже в сфере нашей компетенции находится. Законно сдача в аренду помещений школьных различным организациям, различным абсолютно профилем или направлением деятельности. Но существует установлен закон о защите конкуренции специальный порядок. То есть общий порядок – это торги. Это как раз меры, направленные на то, чтобы не создавать преференции или более выгодные условия деятельности для отдельных каких-то хозяйствующих субъектов. И есть исключения. Исключения, не буду на них останавливаться, их достаточно большое количество этих исключений. То есть это не любая организация может быть? То есть общее правило, нет, общее правило передачи в аренду или в пользование помещений на торгах. То есть, соответственно, либо орган власти, которому принадлежит это помещение школы, либо, соответственно, непосредственно школа, которая, как правило, на праве оперативного управления находится эти помещения, в праве передать в аренду или в пользование на какой-то там период различным организациям школьные помещения. Но, говорю, общие правила, они должны для этого провести торги по определенной процедуре. Есть определенные исключения. Исключения, как правило, связаны со статусом тех организаций, которым передаются эти помещения. Например, такие исключения предусмотрены для социально ориентированных организаций, например. То есть им можно передавать без торгов. Либо очень там маленький размер площади этого помещения, то есть там определенный норматив, установленный, опять же, законом о защите конкуренции. То есть в пределах этого норматива на непродолжительные сроки также можно передавать без торгов. Общее правило на торгах. А род деятельности организации имеет вес? Не имеет значения. То есть он имеет значение только именно для определения случаев, когда не нужно проводить торги. А так, в принципе, и любая организация. Понятно. Это мы с вами поговорили о том, что касается контроля госзаказа в первой части разговора. Что касается других направлений, а тема на поле регулирования, контроль рекламы, насколько часто здесь возникают нарушения? Ну, за первое полугодие этого года к нам поступило порядка 100 заявлений по нарушениям антименапольного законодательства. Большая часть из них признаны необоснованными. То есть управлением отказа на возбуждение дел о нарушениях антименапольного законодательства. Тем не менее, возбуждено несколько десятков дел о нарушениях. Некоторые из них завершены. В основном, большинство из них находится в стадии производства. Так как сфера антименапольного регулирования достаточно широка, то тут можно выделить отдельные направления непосредственно именно только в сфере антименапольного регулирования. Это, например, запреты, которые установлены за законом о защите конкуренции на поведение доминирующих хозяйствующих субъектов. Вот в этой сфере, наверное, больше всего поступает заявление. Вот какого рода это нарушение, исходя из нашей практики? Очень много жалоб поступает на сетевые компании, электрические сетевые компании. Жалобы, как правило, касаются следующего. Значит, нарушения в сфере выдачи технических условий на технологическое присоединение самого объекта энергопотребления. Кроме того, поступают жалобы и на другие тоже компании, которые по законодательству российскому относятся к категории субъектов естественного монополия. Это могут быть различные водоканалы, теплоснабжающие организации. Вот какого рода там нарушения чаще всего встречаются. Это либо требование заплатить за выдачу технических условий, опять же, на присоединение к водопроводным сетям, канализационным сетям, тепловым сетям. Вот. Либо завышенный, соответственно, тариф, опять же, за присоединение. Ну, кроме того, очень распространенным являются нарушения, когда навязываются невыгодные условия договора, либо в отдельных случаях, когда, на самом деле, там, где государство установило определенный порядок ценнообразования, этот порядок не соблюдается. Кроме того, есть такие направления, как недобросовестная конкуренция. Недобросовестная конкуренция – это в законе установлены запреты на поведение непосредственно самих конкурентов. Самих конкурентов, которые конкурируют, ну, неважно, по какому-либо товару, на каком-либо товарном рынке. Самое распространенное нарушение в последнее время – это использование без разрешения правообладателя каких-либо исключительных прав на фирменные номинования, на торговый знак, ну и так далее. То есть, естественно, тот, кто это делает без разрешения, он получает выгоду, то есть он не понес затраты на создание, соответственно, вот этого объекта, который защищен, соответственно, гражданским кодексом, право на его использование защищено. Вот. И получается он экономит, то есть он извлекает выгоду, не при этом, соответственно, затраты он не понес. – Павлович, вот вы называете цифры, которые поступили, количество жалоб, сколько жалоб было признано необоснованно, в чем в целом можно измерить эффективность или деятельность антимонопольного ведомства, в каких параметрах? – Эффективность, наверное, можно мерить по-разному. – Или наложенных штрафов. – Можно мерить наложенных штрафов. Наверное, эффективность антимонопольного органа, как и любого органа, нужно мерить, естественно, пресечение. То есть в тех случаях, когда поступает обращение, состояние ли антимонопольный орган и достигает ли он такой цели, соответственно, пресечет нарушение и может предупредить такие нарушения в будущем. Ну, на практике, наверное, да, измерителями является в том числе и сумма наложенных и взысканных штрафов. Но за прошлый год эти показатели для нашего управления составили порядка 44 миллионов рублей. Ну, я вам для сведения приведу, что штатная численность управления 42 единицы. Ну, получается в среднем примерно миллионы рублей. Но это, естественно, не все работают в основных подразделениях. Вот, есть там бухгалтерия, канцелярия там и так далее. То есть в отделах работает всего-навсего 31 человек. Вот такие показатели, на мой взгляд, достаточно неплохие. – Ну, а с обращениями к вам обращаются приходят и жители, и какие-то организации, правильно я понимаю? – Да, все вправе. И граждане, и организации, и по закону о защите конкуренции. И по закону о рекламе. Но вот по закону о рекламе обращений, на самом деле, немного. То есть они измеряются, скажем так. Они даже, там, два десятка обращений за первое полугодие 2019 года. Вот, там многие дела возбуждаются по собственной инициативе антимонопольным органам, по результатам мониторинга. Но мониторим мы что? Мы, у нас, то, что на самом деле не требуется проведение проверки. Да, проверки. То есть это что? Наружная реклама, которая абсолютно доступна. Поэтому происходит периодический мониторинг. Не часто, конечно, потому что у нас для этого не хватает ресурсов. Ну и, кроме того, происходит мониторинг в основном печатных средств массовой информации. Также, конечно, мы можем мониторить электронные средства массовой информации, в том числе телевидение. То есть любой, ну вот, ну, мы это делаем, делаем, но делаем не, достаточно редко мы это делаем, только потому что достаточно большое количество вещающих каналов. Вот, они многие вещают круглосуточно. Объем рекламы распространяемый, он просто гигантский. Вот, и потом, наверное, наиболее самое эффективное, это, конечно, когда к нам обращается конкретный заявитель, когда он указывает, когда, кто, что. Вот, особенно если заявитель, если сумел сделать там видеозапись, аудиозапись, или приложить там, допустим, копии какого-то там печатного материала, это сильно облегчает задачу. Потому что, на самом деле, если это не будет представлено, то нам придется сначала эту информацию получить у рекламы распространителя. Вот, но не всегда это становится возможным, особенно если заявитель сам точно не помнит, когда и что это происходило. Это сложнее. Не каждый, наверное, дойдет до вас с заявлением и с обращением, но, тем не менее, вопрос у людей есть. Есть еще у нас видео вопрос касательно рекламы как раз. Давайте посмотрим, ответим. Здравствуйте, меня зовут Николай, и вот мне было бы интересно просто узнать. Сейчас в наше время очень много рекламы на домах строится, и хотелось бы узнать, на какие естественные рекламодатели платят деньги за эти счеты, но кому они их платят, и почему народ не получает, так сказать, дивиденды с этих рекламных продаж? Да, это хороший вопрос, как, наверное, почти все вопросы они хорошие, потому что они как бы это обнажают проблему. Но я бы, на самом деле, обратил бы этот вопрос к его задающему. Просто задающий этот вопрос, если он, например, является одним из собственников жилого помещения, в этом наговорительном доме, просто реально не знает своих жилищных прав. На самом деле вопросы отношения, то есть управляющая компания на самом деле нанимает собственники жилых помещений. И просто, на мой взгляд, просто большинство отлений, бездействий, пассивности и так далее, то есть собственники реально многоквартирных домов, ну, в жилых помещениях, многоквартирных домах, просто не реализуют свои права. Это наемная организация. И, соответственно, если она получает без какие-то доходы, используя имущество, которое принадлежит собственникам, то есть сам дом, его там, допустим, стены и так далее, то, конечно, эти доходы собственников не управляющей компанией. И, конечно, часть этих доходов, во-первых, она должна жилищный кодекс предусматривать. Просто это не наша сфера абсолютно. Этот вопрос, он не по нашему компетенции, потому что мы рассматриваем непосредственно только само содержание рекламы на предмет ее соответствия с федеральным законом рекламы. А это вопрос жилищных правоотношений. Просто им нужно самим открыть жилищный кодекс, разобраться в своих правах и реализовать свое право потребует от управляющей компании. Соответственно, предоставить информацию, это право есть, обязанность у них есть такая. Если надо, сменить управляющую компанию. Управляющая компания, что в городе Волгограде, что в городе Волжском, в Волгограде их десятки, в городе Волжском их тоже там больше десятка. Выбор есть. Понятно, спасибо. Продолжая тему рекламы, изменила законодательство касательно рекламы алкоголя. Насколько оперативно сам рынок рекламы среагировал? И как вы считаете, что будет ли это эффективным пунктом в конечной цели, в достижении ее? Трудно ответить на вопрос, каков будет эффект от установления тех или иных дополнительных запретов. Как правило, естественно, потом практика это показывает. Единственное, я могу сказать еще раз, что да. То есть появились новые нормы. Суть этих норм сводится к тому, что теперь пиво приравнено к алкогольной продукции. Раньше было специальное законодательство, которое регулировало обращение пива и напитков на основе. Теперь оно приравнено. Поэтому на рекламу пива распространились такие же требования, как и на рекламу, которые раньше были в законе рекламы, применительны к рекламе алкогольной продукции. Ну, в частности, разрешена эта реклама только в стационарных торговых объектах, где происходит непосредственно реализация алкогольной продукции. В печатных изданиях разрешена, но за исключением первых и последних страниц либо обложек. Разрешена в сети интернет эта реклама. Не разрешена, естественно, эта реклама. Это был запрет на определенных расстояниях, вблизи различных учреждений детских. Возвращаясь к теме управляющих компаний, мне решили подсказать, что есть у нас вопрос именно на тему управляющих компаний. Давайте посмотрим. Давайте. Здравствуйте. Меня зовут Катайкин Татьяна Геннадьевна. Скажите, пожалуйста, сами управляющие компании могут устанавливать цены на свет, на газ, на горячую воду? Тоже хороший вопрос. Вопрос на самом-то деле говорит о том, что, наверное, недостаточно мы сами, наверное, просто как жители, как граждане изучаем какое-то вообще просто российское законодательство. Не вправе, отвечая на конкретно поставленный вопрос. Не вправе. Это цены, тарифы на тепловую энергию, на воду, на электрическую энергию. Именно для населения. Они подлежат регулированию со стороны государства. На территории Волгоградской области, значит, таким регулятором, то есть орган, который осуществляет регулирование, является в настоящее время это министерство топливной энергетики, могу ошибиться, раньше называлось управление региональным тарифом. Но сейчас, с учетом того, что, значит, у нас вместо администрации появилось правительство Волгоградской области, вместо разных управлений появились министерства, но суть та же самая. То есть есть регулятор, но именно он и регулирует. Вот. Если поэтому управляющая компания самостоятельно это сделала, если такой факт, вот, то это, безусловно, будет нарушение с ее стороны, нужно обращаться к регулятору в том числе. А в целом УФАС как-то отслеживает ценовую политику? Неважно, в каких областях. Помните, один год нас буквально лихорадило по поводу цен на гречку? Отслеживает. Отслеживает, но в очень ограниченном объеме. Вот. Почему в очень ограниченном объеме? Потому что, значит, на товарных рынках на территории Российской Федерации, естественно, реализуются миллионы наименований товаров. И поэтому никто, наверное, не в состоянии, вот, ни один орган государственной власти, даже любая специальная какая-то исследовательская организация, наверное, не в состоянии обслеживать одновременно изменения, там, цен, там, на все вот это гигантское множество различных товаров. Но на определенный круг товаров, он очень ограничен. Есть приказ Федеральной темнопольной службы России, согласно которому осуществляется, ну, мониторинг цен. Вот. Ну, вот тут нами осуществляется, согласно этому приказу, следующий, мониторинг следующих, на цены на следующий товар. Это на хлеб, молоко, подсолнечное масло, крупы. Вот. Мы, нам еженедельно представляют торговые сети, которые имеют такие наименования, как «Магнит», «Пятерочка», «Манрадиш», представляют нам информацию о ценах. Вот. И наше сейчас, обобщая результаты мониторинга, я могу сказать следующее, что вот цены на хлеб пшеничный, ржано-пшеничный, ну, если брать второй квартал этого года, относительно первого квартала этого года и четвертого квартала прошлого года, ну, вот, диапазон изменений цен плюс-минус 3%. Вот. На муку пшеничную первого сорта, ржано-пшеничную, за те же периоды произошло снижение в первом квартале 2012 года, и по отношению к четвертому кварталу 2011 года понижение примерно составило 19%. Но это закупочные цены. Это именно не те цены, по которым происходит реализация, но это некий индикатор, потому что от этого зависит, это ценообразующий фактор, от этого также зависит цена, розничная цена на муку. Хотя нет полного параллельности, значит, как изменяются цены розничные, там, и оптовые цены. То есть, на пастеризованное молоко жирности 2,5%, значит, во втором квартале цены снизились примерно на 13%. На сухое молоко до 25% цены снизились. В целом, если говорить об этих ценах на молоко, то они имели разнонаправленную динамику, значит, по сравнению с первым кварталом. Наверное, я немножко уточнюсь, соответственно, если брать первый квартал, второй квартал этого года и четвертый квартал 2011 года, то диапазон изменений плюс-минус 3%, то есть он незначительный. Понятно. Несколько минут у нас с вами осталось до конца программы. Еще хотелось коснуться цен, но уже немножко на другую категорию товаров, цены на авиабилеты. Помните, одно время очень много говорили о том, что безумно дорого летать, например, из Волгограда в Москву. Цены достигают там 18-20 тысяч. Была какая-то проверка по этому поводу? У нас было одно обращение по этому поводу. Сейчас, правда, есть еще одно обращение, но оно только поступило. Было обращение, оно поступало к нам еще в начале этого года. И результат проверки показал, что на тот период, которого касалось именно обращения, а этот период был 2011 года, на тот период у нас осуществляли перевозки, авиаперевозки, 4 авиакомпании. Мы, соответственно, собрали у них информацию за исключением одной компании. Кстати, был один из вопросов, сразу на него отвечу. Значит, у нас как раз против одной авиакомпании было возбуждено дело об административном правонарушении за непредставление информации. Мы наложили штраф на эту авиакомпанию в размере 300 тысяч рублей, потому что эта информация нам была как раз нужна для рассмотрения заявления этого гражданина, который к нам обратился. Поэтому мы получили только от трех из четырех авиакомпаний, которым посылали запросы. Но вот анализ той информации, которую они представили, мы посмотрели моменты изменения цен. Мы увидели, что эти моменты изменения цен в целом у них не одинаковые. То есть, скажем так, ни в одну конкретную дату происходит изменение цен. Например, все взяли и повысили цену. Или все взяли и понизили цену. Нет, такого не происходит. Интервал между моментами изменения цены достаточно значительный. А это вот именно такая одномоментность является одним из признаков признания согласованных действий или соглашения между конкурентами, но на соответствующем товарном рынке. В данном случае на рынке авиаперевозок, перевозок пассажиров. И очень большое количество у каждой компании видов тарифов. Очень большое разнообразие. Какого-то государственного регулирования здесь нет, поэтому немножко сложно в этом разбираться, потому что нет стандартного такого тарифа. Например, в быту употребляется понять эконом-класс, бизнес-класс. На самом-то деле это такие термины исключительно бытовые. У каждой компании каждый вид тарифа имеет там собственное именование, совершенно может быть различное. Их больше десятка, иногда до 20 различных видов тарифов. И есть и низкие тарифы, есть и высокие тарифы, в том числе те, которые вы называете 14, 15, 18 тысяч рублей. Но в целом, видим, конкуренция есть. Поэтому тому факту мы не признали, что там было нарушение. Тем более тут непосредственно участвуют в продаже билетов не только сами авиакомпании, но и агентства. И эти агентства не обязательно, что они являются дочерними компаниями авиакомпании. Это может быть агентство, которое продает билеты на рейсы различных компаний. Поэтому тут могут быть какая-то совокупность обстоятельств конкретного случая. Может быть, это может зависеть, естественно, от наличия в тот или иной конкретный момент, то есть когда приобретает пассажир этот билет. Ну, обращение, если будет поступать, так же будем разбираться. Ну, вот так. Но сейчас, насколько мне известно, к вам поступило обращение по поводу слишком высоких цен на парковку около аэропорта. Будет проводиться проверка? Да, обязательно будет проводиться проверка. Просто обращение поступило без доказательств. Просто в явлении написано о том, что цена очень высокая по отношению к сравнимым условиям. Но при этом не описано ни сравнимые условия, не приложено ни одного какого-то документа, подтверждающего, что на таких-то стоянках, в такое-то место, в такое-то время были такие цены и так далее. То есть на самом деле такое обращение, мы сразу не можем приступить к работе на таким обращении. Мы сначала обратимся к этому лицу, который к вам обратился, с предложением представить при наличии доказательства того, описать, в чем он видит, как бы, равенство этих условий, почему, и тогда мы, соответственно, будем разбираться. Если мы увидим, что действительно при аналогичных условиях, при сопоставимых именно условиях, и из этого мы, соответственно, сделаем оценку и затрат, если цена будет существенно выше, то, значит, возможно, мы признаем факт монопольно высоких цен. Павел Иванович, ну, к сожалению, время наше подошло к концу. Я вынуждена с вами попрощаться и напомнить телезрителям, что в гостях у нас сегодня был Павел Мироненко, руководитель Волгоградского управления Федеральной антимонопольной службы. До свидания. До свидания.